24 ноября в зале Дрогисти состоялся торжественный вечер по случаю 40-летия пуска первого энергоблока Игнаминской АЭС. В мероприятии приняли участие ветераны-атомщики и первые строители, а также гости, представитель Европарламента и члены Сейма. Вечер начался с просмотра фотографий Василия Чупаченко и слайд фильма Андрея Рунова. Поэтому до начала торжественной части участники вечера могли посмотреть исторические кадры строительства и эксплуатации Игнаминской АЭС и дружески пообщаться друг с другом. Когда все заняли места в зрительном зале, атомщиков ждал еще один сюрприз от Андрея Рунова. Фильм о приготовлении к пуску первого блока и о самом этом событии, которое ознаменовало начало работы Игнаминской АЭС. Сменяющиеся на экране кадры передавали все напряжение, волнение и радость тех незабываемых минут, часов и дней. Сидящие в зале с замиранием сердца смотрели на экран, узнавая знакомые лица, а кто-то и самих себя. Торжественную часть праздника открыли учащиеся Висагинской Академии Творчества и Искусств. Исполненные на высоком профессиональном уровне вокальные, музыкальные и хореографические выступления воспитанников и преподавателей нашей Академии органично вплелись в программу вечера и вызвали бурные аплодисменты. С 40-летием начала эксплуатации Игнаминской АЭС участников вечера поздравили прибывшие гости, а также представитель атомной станции Донатас Йотпусис, который зачитал поздравления генерального директора ИАЭС Линаса Бувжиса. Как сообщил отдел коммуникации атомной станции, генеральный директор не смог прибыть на торжество, так как находился в командировке. Зато в зале присутствовал бывший руководитель ИАЭС Виктор Шевалдин, которому было что вспомнить о своей многолетней работе на ИАЭС. Сорок лет прошло с тех пор. Грех не отметить. Совест был бы перед ветеранами, перед людьми, которых уже нет, которые ушли из жизни по возрасту, по болезням и так далее. Нас и сейчас все меньше и меньше. Но тем не менее, спасибо организаторам администрации города, самоуправления, энтузиастам, которые организовали эту встречу. Я думаю, что будет и 45 лет отмечаться, и 50. Живите дольше, и все получится. Передавайте о нас информацию своим детям, внукам, правнукам, как это было, как начиналось. Сегодня мы будем вспоминать. Наверное, многие из вас часто вспоминают те дни, когда, особенно 83-го года, пускового года, когда здесь буквально все кипело, бурлило и работало. 31 декабря первый блок Игнолинской АЭС был впервые пробно включен в энергосистему Литвы и начал вырабатывать электроэнергию. Это был пробный пуск, после которого последовало останов для того, чтобы посмотреть оборудование, выявить какие-то проблемы, отступления, нарушения, подготовиться уже к окончательному пуску. Ну и уже где-то в 20-х числах января 84-го года. Первый блок был принят в опытно-промышленную эксплуатацию. То есть с этого момента фактически началась генерация электроэнергии и поступление в энергосистему. Эрландос Галагус, много лет проработавший на ИАЭС, выступал на этом вечере и как глава города, и как атомщик. Я воспользуюсь языком АГТ. И как бывший, хотя бывших, наверное, не бывает, ядерщик, поздравлю вас на этом языке. 40 лет. Я думаю, что многим из вас кажется, что это было буквально вчера, хотя прошла целая жизнь. Жизнь атомной электростанции. Это и пуск, это и эксплуатация, это и останов, это и продолжающееся снятие с эксплуатации. И действительно были многие инвестиции в этот объект. Инвестиции технологические, научные, но главное, главное гарант безопасности это были люди. Работники Игнаринской атомной электростанции. И мы сейчас можем с гордостью говорить и рассказывать, что атомная электростанция это все-таки безопасная и зеленая энергетика. Поздравляю вас с этим прекрасным юбилеем и желаю вам еще много, много юбилеев. И желаю, конечно, чтобы в нашем городе такие люди процветали и в нашем городе ядерная энергетика также продолжала жить. Спасибо вам! Ведущая вечера Берута Давидовича, отметив, что многих из тех, кто строил и эксплуатировал Игнаринскую АЭС, уже нет с нами, предложила почтить их память минутой молчания. После этого началась церемония награждения представителей клуба ветеранов АЭС, клуба строителей и других многолетних специалистов атомной станции. Многие были награждены благодарственными грамотами мэра, а также подарками, которые приготовила атомная станция для своих ветеранов. В этот вечер было сказано много теплых слов как об атомщиках, так и о строителях АЭС. Сегодня мы отмечаем 40-летие, начало эксплуатации атомной электростанции. Но были еще годы строительства. Их было немало, практически 10 лет. Так что судьбы некоторых веселительцев полвека уже связаны с Игнаринской атомной электростанцией. Сегодня праздник, уважаемый, для вас, для тех, кто строил эту станцию, кто участвовал в ее эксплуатации, кто сейчас участвует в процессах снятия с эксплуатации. Будьте здоровы! Живите долго! Радуйтесь в жизни в этом красивом, прекрасном, любимом нашим Бесогиносе. Ведь не было бы города, если бы не было бы Игнаринской атомной электростанции. Закончился вечер великолепным выступлением хореографической группы Академии творчества и искусств. Субтитры создавал DimaTorzok В завершении участников праздничного вечера ждал еще один сюрприз «Фильм-начало» Андрея Рудова. После окончания вечера люди еще долго общались и фотографировались вместе на память. Большую благодарность за организацию мероприятия по случаю 40-летия начала работы ИАЭС Прежде всего следует выразить их инициаторам Марии Щербаковой и Анатолия Агиенко, а также руководству города Игнаринской АЭС. Субтитры создавал DimaTorzok